Нынешний турнир включает в себя три вида борьбы – вольную, греко-римскую и женскую. Соревнования, в первые годы проведения привлекавшие несколько десятков борцов, сейчас собрали 425 спортсменов из команд нашей области, других регионов страны. Внушительную делегацию прислал соседний Казахстан. Зрелищная церемония открытия включала в себя приветственные слова организаторов, показательные выступления представителей различных единоборств. Губернаторский турнир стал одним из наших брендовых мероприятий. Это неудивительно – борьба в области – самый массовый вид спорта. Им занимается около 10 тысяч человек. Она культивируется практически во всех городах и большинстве сельских районов. 27 районов, где очень серьезно занимаются борьбой. И это здорово, потому что это и тренерский состав очень мощный. Сегодня называли, что более 50 мастеров и кандидатов участвуют. Я хотел бы еще назвать цифру одну. По итогам 2015 года в области у нас увеличилось и добавилось еще 6 мастеров спорта и 102 спортсмена, которые стали КМСами и перворазрядниками. Это здорово, потому что результат очень большой работы. Несмотря на очень серьезный, качественный и количественный состав участников, хозяева входят в число главных фаворитов практически в каждой из весовых категорий. На открытии специальными кубками были награждены лучшие борцы по итогам прошлого года. Так вот, из 8 лауреатов, трое в данное время выступает на крупнейших турнирах – в Москве, Питере, Самаре. Арчанин Бурин буквально два дня назад вернулся с первенства, проходившего в Перми, и уже успел выйти в финал в своем весе. Вот в финале сейчас будет очень серьезный соперник. Ну, ковер покажет, что говорить. Как отборемся, так отборемся. Борьба непредсказуемый вид спорта. Сейчас он выиграет, сейчас я, может, завтра он, сегодня я. В зале Олимпийского уложено три ковра, и жаркие схватки идут без перерыва. По результатам соревнований тренеры отберут самых лучших для поездки на итоговое первенство России, где будут сформированы сборные страны для участия в первенствах Европы и мира. Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Новости дня.